В начале 2020 года, когда коронавирус только пришел в Россию, мы все с нетерпением ждали, когда же появится вакцина и решит все наши проблемы. Сегодня вакцина появилась, но проблемы не решились и полемика вокруг этого становится все острее и ожесточеннее. О вакцинофобии в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержке журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Лидия Бальзамова, вице-президент Самарской областной ассоциации врачей, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, сам ГМО, кандидат медицинских наук. Добрый вечер. Добрый вечер, Лидия Алексеевна. 202, 11-22. Мы работаем в прямом эфире, можно звонить к нам в студию. Тема у нас сегодня острая – вакцинофобия. Лидия Алексеевна, наверное, прежде всего стоит поговорить о том, что в Европе сейчас пошел снова резкий подъем заболеваемости. У нас вроде, наоборот, снижение идет. Но вот практика предыдущей, скажем так, волны, говорит о том, что мы где-то примерно на месяц отстаем от Европы. И точно ли у нас уже не все идет на обыль окончательно, и чего нам ожидать? Ну, вы знаете, к сожалению, вот прогнозы завершения пандемии, они не оправдываются, потому что вирус оказывается гораздо более совершеннее, чем вот наши усилия. И вопрос о вот уже такой третьей серьезной волне в связи с новым штаммом коронавируса, он стоит, и, наверное, проблема заключается еще и в том, что те вакцины, которые действуют сейчас, возможно, будут не совсем, не со стопроцентной заявленной эффективностью, хотя каждая вакцина и не заявлялась как стопроцентная гарантия, да, от 85 до 80% эффективность каждой вакцины, но и предполагается, что вот новый штамм коронавируса, он, вот, к сожалению, здесь вакцины не всегда будут срабатывать. Поэтому, но прежде чем мы будем говорить о том, будет ли вот эта волна в условиях распространения нового штамма, хотелось бы поговорить и рассмотреть вопрос о том, почему возникла вот такая эпидемическая, такой резкий подъем заболевания, который начался вот в летний период и продолжался всю осень, с чем это было связано на фоне того, что мы всегда думали, что, да, начнется вакцинация, и мы сумеем решить эту проблему. А когда заболеваемость, вот, рост заболеваемости значительно превысил те первые две волны, волны, вот здесь возникло с этим очень много вопросов, но, наверное, ответ у меня на это есть, мы попытаемся с вами посмотреть, что же явилось вот такой причиной, что не явилось прямой причиной, но что подвигло ситуацию вот в режим такого подъема заболеваемости. Вы знаете, вот заранее спасибо, потому что это пандемийный весь этот период знаменовался тем, что ни у кого нет ответов на вопросы у вас есть, и это уже обнадеживает. Нет, я, к сожалению, вот не эпидемиолог, поэтому у меня вопрос, ответ, вопрос в части, я организатор здравоохранения, и поэтому у меня ответ будет таким, что мы сделали в системе организации оказания медицинской помощи, осуществления мер профилактики, что мы сделали не так, что мы не сумели предотвратить вот такой резкий подъем заболевания. Ну вот этот вопрос-то, я думаю, и волнует нас сегодня всех. Я напомню, скажу для тех, кто только что подключился к нам, сегодня в эфире программы «Звоните доктору» Лидия Бальзамова, вице-президент Самарской областной ассоциации врачей, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, сам ГМУ, кандидат медицинских наук. Мы работаем в прямом эфире, 202-11-22, это телефон для вопросов, и говорим мы сегодня о вакцинофобии. И прежде чем я задам вам вопрос, на который вы уже обещали ответить, еще только маленькое уточнение. Те, кто уже переболел, выдыхают спокойно. Я переболел. А на самом деле, сколько зафиксировано случаев, сколько раз можно заболеть коронавирусом? Вы знаете, ну, я еще раз все-таки не специалист, эпидемиолог. Ответить впрямую на этот вопрос я не могу, но учитывая опять-таки наличие меняющегося штамма коронавируса, возможно, что каждый новый штамм может вызвать новое заболевание. Поэтому переболеть можно, то есть вот однократного, вернее, раз и навсегда обретенного иммунитета, скорее всего, нет. Но, к сожалению, да, нельзя сказать, что один раз... Да, и мы изначально в начале эпидемии так и считали, что вот если человек переболел, то все, это будет... Мы надеялись на то, что вот переболевшее, это начало создания коллективного иммунитета, и к ним будут присоединяться по мере того, как будут разработаны вакцины, те, кто иммунитет приобрел с помощью процедуры вакцинации. Так получается, что надежды на вакцинацию не оправдались, раз у нас вот совсем недавно такой огромный рост шел заболевание? Вы понимаете, надежды на вакцинацию будут оправдываться тогда, и это было объявлено заранее, когда будет создан коллективный иммунитет, когда количество привитых значительно превышает 50%, и где-то оптимально сейчас считается, что это около 80% населения. Вот в этом случае создается иммунитет коллективный, и вспышка однозначно идет на убыль, она гасится. Но вот опять вмешивается совершенно иной штамп, который... Ну, есть другая точка зрения, что вирус уже исчерпывает свои возможности, и вот этот новый, это вот как раз ситуация, когда, может быть, он, ну, сам себя изживает. Он, я прошу прощения, я еще раз говорю, я не эпидемиолог. Вы просто не хотите слово вирулентность произносить? Да, я не эпидемиолог, мне очень сложно вот говорить на эти темы. Все-таки я бы хотела вернуться к вопросам организации и к вопросам правовым. Лидия Алексеевна, вот удивительно, сегодня даже не медики рассуждают, как и эпидемиологи, а вы вот и не рискуете. Ну, потому что, вы знаете, я все-таки привыкла, что всегда слово весомое является, остаётся за профессионалами. И если ты профессионалом в этой части не являешься, то вот такие рассуждения, наверное, не стоят. Я думаю, что профессионалы-эпидемиологи, те, кто занимается, те, кто обладает этими специальными знаниями, они, конечно, в этой части более подготовлены, чем я. Ну, кстати, я сегодня утром читала буквально опубликованные научные исследования, которые говорят о том, что вакцинированные на 200-300% реже попадают в отделение реанимации и на 130% реже погибают. Это в свободном доступе есть? Да, вот это объективные данные, это данные, основанные на изучении, на доказательной медицине. И я хотела бы сразу сказать, что медицина – это прежде всего наука. И медицина как наука, особенно сейчас, должна обладать и должна распространять только подтверждённые научные знания, проверенные знания, в отличие от того, что сейчас переполнено в сетях какими-то рассуждениями, фейковыми выдержками из каких-то статей, из каких-то публикаций, которые содержат, ну, вы знаете, их нельзя назвать научными, потому что сейчас как-то активизировались все те, кто является членами каких-то академий, да, такого всемирного масштаба. Название академии совершенно имеет дипломы. Те, кто, вы знаете, каким-то образом, оказывается, состоят в членах каких-то независимых профессиональных ассоциаций, о которых мы никогда не слышали, но они сейчас говорят, что задача независимых ассоциаций дать свободную независимую оценку того, что происходит сейчас. Ну, вы знаете, мы ведь сейчас в условиях почти военного времени, да? Совершенно верно. А в ситуации, когда вот и предвоенные, в условиях военного времени, очень часто как-то очень активно начинают выступать те, кто действительно... Это время колдунов, экстрасенсов. И вот активизацию их мы сейчас и наблюдаем, чего, собственно, не может позволить себе профессиональное медицинское сообщество. Вот по двум причинам. Потому что все-таки, ну, занято сейчас в основном все-таки лечением, да? И времени вот обвиняют сейчас, и вот в частности, когда обсуждался в нашей Самарской губернской думе вопрос о принятии изменений в закон, то было высказано рядом депутатов в позиции, что вакцинация в том числе вот провалена из-за того, что профессиональное медицинское сообщество не давало достаточного объема информации. Но я уже сказала, это причина в том, что в профессиональном медицинском сообществе сейчас мы заняты тем, что мы действительно работаем. И работаем так, как никогда ранее. Ну, и вторая причина. Пока еще нам, конечно, придется потом много переосмыслить с точки зрения науки. Но вот сейчас те статьи, которые появляются в научных журналах, они очень часто недоступны блогерам, да? Которые вот сейчас определяют вообще массовое сознание. И блогеры оперируют тем, что вот идет в широкой публикации, а научное исследование требует много времени и много сил. И много времени на анализ, конечно. На анализ, да. Проще посмотреть ленту в Фейсбуке, да. Лидия Алексеевна, так вы нам скажете, что мы не сделали, почему у нас был такой резкий рост заболеваемости? Ну, мы не могли пока подойти к формированию коллективного иммунитета вот в объеме, который определялся как необходимость хотя бы вот к осени достигнуть 60%. Сейчас эта цифра в регионе практически достигнута, но она уже, это поздно, да, уже вспышка, когда у нас ежедневно регистрировалось почти 2000 заболевших, вспышка уже произошла. И я хотела бы отметить, что вот с моей точки зрения, когда решался вопрос о массовой вакцинации, я опасалась, хватит ли сил у медицинских организаций, в условиях, когда уже болело много врачей, когда врачи из первичного звена, да, врачи, оказывающие первичную специализированную медицинскую помощь, уходили, были мобилизованы на работу в ковидные стационары, хватит ли сил у системы привить такое большое... Привить тех желающих. Да, большое число наших пациентов. Так вот, оказалось, что дело-то не в силах медицинских организаций, а дело в менталитете, который вот сейчас сформировался и вывелся действительно вот в это антиковидное движение. И вот этот опыт показывает, что переубедить тех граждан, у которых сформировал сейчас менталитет протестующих против ковида, повлиять на него значительно сложнее, нежели решить материальные вопросы достаточного обеспечения вакцинами, да, усилиями, где взять усилия медицинских работников, как распределить потоки пациентов, чтобы изолировать вот этих здоровых пациентов от тех, которые уже приходят больные в медицинскую организацию. Ну, и чем оперируют вот противники ковида? Вдруг, вы знаете, мы вспомнили, что мы общество, которое выше всего ценит свободу. И вопрос о том, что вакцинация носит принудительный характер, а когда стал обсуждаться вопрос о введении изменений в 52-й федеральный закон о санэпид благополучии, то и возникло вот это вот массовое обращение. Например, депутаты нашей Самарской губернской думы получили огромное количество обращений с протестами, да, против принятия таких изменений. И протесты были основаны на том, что вот введение QR-кодов – это принуждение к вакцинации. Вот я хотела бы как специалист по медицинскому праву прояснить эту ситуацию, потому что, ну, прежде всего, мы с вами строим все-таки гражданское общество, да, и наряду с Конституцией это общество управляется нормами Гражданского кодекса. И Гражданский кодекс говорит о том, что здоровье, как высшее благо, которое дано человеку от рождения, оно принадлежит этому человеку, и правом распоряжаться здоровьем имеет только сам человек. Поэтому ни одно медицинское вмешательство, включая вакцинацию, без воли изъявления пациента осуществиться не может. И каждый из пациентов имеет право на отказ от вакцинации. Но сейчас, вы знаете, отказы происходят отнюдь не по медицинским показаниям, а отказы происходят вот на уровне ментальности, что я свободный гражданин, которого никто не может принуждать к каким-то действиям. Вот совершенно правильно. У меня есть один знакомый, хороший, кстати, человек, но он все время говорит, я не хочу прививаться не потому, что я боюсь. Я не хочу. И почему вы ко мне пристаете? Это моя жизнь. Это я заболею. Какое вам дело? Так вот какое нам дело? То есть какое дело обществу, и что происходит от таких вот у меня другое мнение? И вот надо вспомнить такое базовое понятие свободы, да, как осознанные необходимости. И та свобода, которая посягает... Вот свобода одного человека создает определенную несвободу для очень многих граждан, да, которые вынуждены будут потом переболеть, потому что вот это вот отсутствие вот этого массива привитых граждан, он приводит к тому, что вероятность передачи инфекции возрастает. И вот эта вот свобода одних в том плане, что хочу прививаться, а могу и не прививаться, она создает условия несвободы, когда пациенты оказываются у нас не только в ковидных отделениях, но и в отделениях реанимации, несвободу расстаться не только с своим здоровьем, потому что перенесенная коронавирусная инфекция, да, оставляет постковидный синдром и возможность развития, обострения хронических заболеваний, которые у человека, может быть, без этого бы и не возникли. И вот это вот понимание, которое вдруг сейчас возникло у наших граждан, того, что вы не можете посягать на мою свободу, вы не можете ограничивать. Почему протест против QR-кода? Да, есть определенный уровень ограничений для тех, кто не будет привит, у кого отсутствуют антитела после перенесенного ковида. И, вы понимаете, начинают оперировать тем, что вот я слушала мнение этих антипрививочников, которые говорят, что действительно это принуждение, потому что для тех, кто не привит, вступает в силу ограничения. Ограничения вплоть до того, что работодатель может уволить работника. И ряд тех, кто не привит, но тех, кто связан с большим контактом с гражданами, они будут отстраняться от работы. Да, действительно, такой нормативный документ есть. Есть постановление правительства 825 об ограничении допуска в случае развития такой чрезвычайной ситуации с распространением инфекций, об ограничении допуска тех, кто не привит, но по определенным категориям профессий. В этом постановлении эти профессии перечислены, но это прежде всего коснулось тех, кто работает в сфере здравоохранения и в сфере образования. Это социальные работники. Но сказать, что какие-то карательные меры в отношении них применяются, что это система, которую государство применяет как наказание для непривитых, конечно, нельзя, потому что в сфере здравоохранения это вообще недопустимо, потому что дефицит кадров, который сейчас есть, просто не дозволяет работодателю отстранить от работника. И, как правило, уровень сознания медицинских работников таков, что, по сути дела, привелись на сегодняшний день почти все. Что касается посягательств, вторая сторона всего этого движения, что действительно нарушается норма Конституции, свобода передвижения ограничивается. Нарушаются? Нет, вы знаете, правоведы все это посмотрели, потому что, напомню, что закон прошел обсуждение в Государственной Думе, и, конечно, там юристы посмотрели законность его принятия. И я вот хотела отметить, что было еще в 2020 году решение Конституционного суда, который говорит о том, что ограничения возможны. И здесь важна соразмерность. То есть, насколько вводимые ограничения посягают на права граждан в целом, и насколько ситуация для этих граждан становится неприемлемой. Поэтому, ну, вот здесь, учитывая, что уже 60% практически у нас привиты и обладают вот этими QR-кодами, посягательство, то есть свобода их передвижения будет обеспечена, да, создаются определенные преференции для них. Но, вы понимаете, та категория, которая говорит, ну, вот вы-то прививаетесь, и, вы знаете, есть же фейковые такие рассуждения, совершенно невероятные, которые говорят, что вот вы с прививкой-то вам, там, и чипирование происходит, и из вас формируют, вот, когорту законопослушных. Ну, а мы так вот отсидимся, мы подождем. И я думаю, что вот с правовой точки зрения, вот эти все рассуждения, которые высказывают активные антипрививочники, они абсолютно не обеспечены законодательными нормами. Лидия Алексеевна, я знаю, как трепетно вы относитесь к чести мундира, и как вы яростно всегда защищаете людей в белых халатах, но, уж простите, не могу вас не спросить, ведь одной из проблем вот данной прививочной кампании стало еще и сопротивление вакцинации значительной части врачей. Как вы это прокомментируете? Я уже сказала, что вот участвуя в обсуждении в комитете по здравоохранению нашей, думаю, я была невероятно поражена тем, что вот когорту антипрививочников и выступление на заседании Думы шло вот со стороны врачебного сообщества. Но я уже сказала, что среди них не было тех, кто работает в ковидной зоне. Среди них не было тех, кто вот работает в этом первичном звене в качестве участкового врача и на себе знает, что такое вместо шести вызовов, да, как это было принято в обычной нагрузке, обслужить 30 вызовов. И это еще не вот, не предел бы доходило, когда и до 50 вызовов в день формировалось на, у врача. Рассуждения, опять-таки, были, основывались вот на том, что есть вот в сетях, да, о том, что вакцины, вот из уст врачей звучало, о том, что вакцины неэффективны, что процент заболевших, привившихся, он гораздо выше, чем у непривитых. Что вопрос о том, что вот эти прививки несут такое значительное количество осложнений, которые скрываются. И, ну, рассуждения доходили, доходят даже до того, что в целом у нас и нет такого количества заболевших. А вот те, кто заинтересован в, возможно, большем количестве привитых, они обслуживают интерес фармкомпаний. Вы понимаете, что вот блогеры, я, кстати, не очень позитивно к ним отношусь, считаю, что туда очень часто идут люди, которые не обрели себя в настоящей профессии, да, и чтобы чем-то себя занять, вот выставляют эти суждения. И вот эти суждения такие на уровне хайпа. Но я считаю, что врачи, члены профессионального сообщества врачебного не могут присоединяться к этой армии. Лидия Алексеевна, сейчас прерву вас. Извините, давайте послушаем на звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, я, может, не потейна, конечно, но в чем дело, я инвалид второй группы. Я прививалась в феврале месяце. Вот, потом, значит, я где-то сейчас вот в октябре переборела коронавирусом, но в легкой форме. 2 декабря я сдала на антитела. У меня антител 5 тысяч. Скажите, пожалуйста, мне прививаться надо или нет? Так как я собираюсь ложиться в сам ДМУ после Нового года. Скажите, мне прививку надо делать или нет? Да, спасибо за вопрос. Да, спасибо за вопрос. Но вот эта ситуация, которую вы нам сейчас осветили, она как раз и касается того, что вы привились, но поэтому и в легкой форме переболели. А вот видите, даже вот те антитела, которые были у вас в результате прививки, и плюс еще те, которые образовались после перенесенного заболевания, создали сейчас достаточную такую иммунную прослойку. Я думаю, что сейчас прививаться вам не нужно. Но я всегда говорю, что вот такое суждение и суждение в отношении каждого пациента. Нужно прививаться. Какие противопоказания, в какие сроки лучше привиться. Конечно, в обязательном порядке нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Но вот общая позиция, да? Вот посмотрите, инвалид второй группы. И, казалось бы, при наличии каких-то хронических, а вторую группу – это наличие довольно серьезных заболеваний. Как огня должна бежать, да, от прививки. Которые, да, казалось бы, я прививаться не буду. Вот посмотрите, это типичный пример вот такого позитивного подхода, осознанного подхода, да? И он действительно демонстрирует вот ситуацию, что даже не всегда вакцинация спасает от заболевания. Но она спасает от тяжелого течения заболевания. Это абсолютно однозначно. Лидия Алексеевна, две минуты. К сожалению, у нас всего осталось разговор. Я просто в продолжении того, о чем мы говорили до звонка. Буквально на днях ректор Сибирского медуниверситета Евгений Куликов написал, что сегодня мы наблюдаем раскол в части медицинской этики. Когда одни врачи борются за наши жизни в красных зонах, а другие в соцсетях при общении с пациентами дискредитируют вакцинацию. Уважаю личное мнение, но считаю недопустимым высказывать его в рамках своей профессиональной деятельности. Абсолютно присоединяюсь. И я бы, конечно, хотела этому уделить больше внимания. Но какой проблеме я хотела бы привлечь все-таки внимание? Мы говорим о том, что на сегодняшний день, два с лишним года уже вот этой эпидемической вспышки, настолько создали серьезные проблемы в кадровом обеспечении, в том, что мы физически ушли из жизни. У нас высококвалифицированные специалисты, которые все говорят незаменимых. Нет, есть незаменимые. У нас ушли из жизни действительно те, кто вот у нас в регионе был просто, ну, скажу, обывательски светилами здравоохранения. Мы сейчас имеем профессиональное медицинское сообщество, которое, по сути дела, находится в стадии профессионального выгорания. Это значительная физическая нагрузка. Это то, что сказал... Это большое число переболевших с постковидным синдромом, которые вынуждены работать. И вот что бы я хотела, вот я не знаю, насколько можно обратиться. Да, основная идея... Лидия Алексеевна, я вот хочу успеть поздравить вас с завтрашним наступающим днем рождения. Пожелать вам на самом деле, в первую очередь, здоровья и всего наилучшего. А вы уже не успеете поздравить ни врачей, ни зрителей с Новым годом. Поэтому мы, в общем, сейчас только уже прощаемся. Как всегда, да, 30 минут мало. До свидания, благодарю вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова